о чем-то, переехать из одной страны в другую, да, но вот не знаю, как будет с работой и так далее, как там. То есть критерии изменились до такого уже уровня низкого, и это стало уже обычным политически корректным дискурсом сегодня везде. В этой ситуации человеческая душа, она не просто превращается в ничто, но она все-таки еще и страдает от этого. И поэтому человек все равно становится перед выбором идти вверх, искать сути или нет. То есть либо очень по-большому, либо никак. Вот это то, перед чем сейчас будут стоять все конфессии, ибо малые в вере их, они все равно очень сильно подвержены общему влиянию вот этого самого всемирного хаоса, демократии, либерализма, который является как раз именно основой мира того, как производные их, естественно. Когда каждый, что такое царь Идомийский, вскочил и сказал, я буду править. Потом другой сказал, нет, я буду править, будет такой изм, нет, будет следующий изм, нет, будет четвертый изм. А править будет только, как мы сказали, Адар и супруга его, Мехетавэль, от слова, опять же, благо. То есть те, кто способны нести благо, древо жизни. Вот мы сейчас с вами немножко коснулись разных аспектов, как разбиения сосудов, так и мира хаоса, который сегодня торжествует в значительной степени. Ведь, иначе его и не определишь, коснулись с вами Лествицы, Якова и его разных аспектов, и Эдомийских царей, что является основой учения, при котором можно было бы посвятить сейчас несколько лет жизни его углублению. А главное, главное, что реальном осязании связи между ним и происходящим с нами. Вот чувство того, что писали именно о нас, живущих сегодня, при изучении этих текстов, оно не оставляет ни на секунду. И, конечно, сказав это, мы с вами легко дадим ответ на вопрос, почему такое центральное место и в Библии, и в связи с Лествицы Якова занимает эта идея, что землю эту вам я даю. Не потому, что в Библии существует какой-то там национализм. Не поэтому. Просто этот народ был выделен своей историей, продемонстрировать весь этот ход космического процесса. Вот и все. Этот народ был выделен для того, чтобы действительно владеет этим, выполнить определенную функцию духовную, историческую, потом быть рассеянным 2000 лет, а потом вернуться на эту землю. И это является воплощением как раз всей той символики, которая заложена в древних книгах. Поэтому неспроста об этом пишется не только в иудейских книгах, но вы даже найдете на этом намеку прямые указания в Коране и в другой литературе, поскольку именно важность этого связана с символикой, с сущностью, а не столько с самим явлением, которое само по себе, конечно, нам очень приятно, особенно тем, кто там живет. Но не это мы хотели рассказать, а понимая, что это символ чего-то более глубинного. После всего того, что мы сказали, как раз мне кажется, что было бы очень важно, чтобы каждый, кто дошел до той же стадии, когда ему необходима новая твердая пища духовная, знал, что есть те источники, которые касаются его непосредственно. И то, кому это важно, ищущий да обрящий, а сегодня при помощи и определенных людей, которые открыты в большей степени, чем раньше, и определенной литературы, я думаю, что каждый найдет главное, чтобы мы продолжали вот этот путь поиска. Ну вот, собственно, я думаю, и хватит. А если есть вопросы, то пожалуйста. Я имею отношение к религии. Собственно, иудаизм является некоторым, в смысле, материальным воплощением этих идей через определенные обряды, которые все связаны с тем устройством строения человека. Человек, кстати, вот в китайцах, человек тоже, у него есть 613 точек, да. Вот 613 заповедей, это и есть 613 цифр, которые взяты из этой древней традиции, и является основой. Что касается религии, то понятно, что религия необходима для жизни человека. Религия необходима. Что делать? Здесь надо разбирать, вы знаете, каждую религию в отдельности. Ее надо изучать, знать и понять, как эта религия может сейчас обрести те формы, те формы существования, которые ей позволят в эти дни быть релевантны, актуальны. Я боюсь, что многие религиозные учения, которых я знаю, сегодня просто не актуальны. И поэтому они существуют лишь как некое проявление обрядливости. Это грозит любой религии. И агута костенения, и превращение только в дом обрядливости. Но некоторым больше, некоторым меньше с этим надо разбираться. Потому что сегодня действительно противостояние этому может быть только самыми сильными интеллектуальными и духовными силами. Если человек хочет выжить в этих условиях и не превратиться еще в часть потребительского тоталитарного общества, которое сколько у вас там, как у вас там акция, вот не стать еще вот этим биороботом, уродом, то, конечно, нужно и также находиться религиозное проявление для этого. Собственно, что говорили, религия – это же связь в переводе, да? Вообще, религия изначально – это как раз то, о чем мы говорим. То, что вы имели в виду, наверное, это не изначально, а нынешнее проявление, как с ними поступать. Но я думаю, что каждый человек будет отвечать за свою конфессию. Я готов отвечать за свою. А вот по поводу древности, да, древности, заявки, можно как-то поподробнее? Как эктраполируется структура сиферот на современный кризис? Поподробнее, можно? Ну, во-первых, мы с этого и начали. Как раз-таки именно древо жизни – это то выстроение сиферот, когда оно имеет уже структуру существующую, продолжающуюся и избавляющую, а не структуру разрозненную и хаотичную. Вот с этого мы и начали. Древо жизни – это как раз то самое построение, которое является прямым духовным путем, олицетворяется лестницей Якова. Во противовес древу жизни, который включает в себя как раз отдаленность, свободу выбора, научно-технический прогресс, развитие, исследование, изучение, чисто такое, да, самостийное. Одно, кстати, не всегда, одно… Идея не в том, чтобы, кстати, срубить древо знания, а в том, чтобы найти гармонию между ними. Идея именно в гармонии, а не в том, чтобы пригласить дровосеков, которого вырубят весь научно-технический прогресс и еще прочее, да. Но в Библии четко совершенно противоставляется мне древо знания, древо жизни. Древо жизни – это некое абсолютное единобытие. Это причастность к непосредственно той самой духовной струе, которая дает полное сближение с духовным миром. А что ты нарисовала? Знаете, у меня тройка с минусом была. Мы всегда порисовали. Это была одна девочка, которая помогала мне, иначе была бы двойка. Я очень плохо рисую. Я могу вот на этом что-то изобразить, на фортепиано. Как сыграть древо жизни. Ну да, в следующий раз я могу попытаться. Через 18-ого с франка. Сиферот – это то, что вы говорите, нужно обладать с какими-то познаниями в галдаизме. Я не уверена, что все присутствующие и наобладают. Чем богаты, тем рады. Я понимаю, но это нужно понять, а хотелось бы. Смотрите, что касается… Вы не совсем правы. Просто вы берете термин «сиферот», и он вас несколько пугает. Назовите, что такое «сиферот»? Ну, объясните. Хорошо, если вы спрашиваете, я думаю, что все знают. Нет, хорошо, я, собственно, не спешу. Я не спешу. Вопрос был, какое отношение имеет терминологию «сиферот» к другим людям, которые не живут в этой системе. Вот я думаю, правильно так сравнивать вопрос, да? Люди не живут в этой системе, живут в этой системе. У кого-то там чакра, у кого-то там троица, у кого-то триада, у кого-то там бог и черт между собой дерутся все время, обычно черт побеждает и так далее. То есть, кто верит, ну, Высоцкий. Имеет отношение к каждому. Во-первых, до того, как мы говорим о каких-то «сиферот», мы должны понимать, что основа всего вера в полное единство Творца. Единство, единобытие – это цель постижения, это есть древо жизни. Когда начинаем говорить о его явлениях, о проявленности, тогда он может к нам явиться как отец милосердный, или судья грозный, или, наоборот, как женское некое начало, то, что называется, смотрите, бина. Тоже может быть такое, да, как «мать-земля», хорошо, тоже зовут как символ духовный. Это тоже может быть. И это и есть «сиферот», просто, чтобы вы понимаете. Вместо того, чтобы говорить «отец милосердный», мы скажем «хохма», а Вы скажете «отче милосердный». Вместо того, чтобы сказать что-то о материнском начале, Вы скажете то, что Вы обычно говорите, что нам очень трудно произносить, а мы скажем «бина». И так далее. То есть, есть некие основы, понимания, которые говорят именно о проявлении высшей духовности или божественное проявление на Земле, которые являются, кстати, в основном мы имеем дело не с этим, не с этим, а с понятием сокрытия. С миром Тогу, с сокрытием, с разбиением, с кризисом. Разве не так? И это тоже все очень подробно описано. Поэтому это технические термины, которые легко преодолим, если мы сразу смотрим, ищем какую-то суть за этим. Во всем мне хочется дойти до самой сути. Да, вот мне хочется дойти до всей этой презентации. Хорошо, но Вы же понимаете, что при всем уважении к себе, я от себя не ожидал, что я за час сумею раскрыть все. Мне хотелось принести некую идею. Мне хотелось показать какую? Кризис и возвращение. Изгнание и возвращение. Что эта идея является центральной в древней эзотерике. Вот Вам разрушение, разбиение и злом. Мессианская сила, которая это все возвращает, объединяя. Кстати, объединяя. И это на разных примерах библейских, каббалистических. И жизни я хотел показать. Кажется, сделал это сконцентрированно и последовательно. Больше ничего я сегодня сказать не хотел. Я не чусь за пять минут объяснить смысл древа жизни и что такое древо жизни. Духовный террик вы никогда не поймете. Я никогда не пойму до конца. Мы можем к нему приближаться и смотреть на него с разных сторон на его явления. И чем ближе мы к нему, конечно, тем больше мы будем понимать. Но уровень нашего постижения мы никогда не будем всевластны в нашем духовном постижении. Так быть не может. Иначе человек не человек. Иначе Бог это не Бог. То есть все равно наше постижение, оно всегда имеет некую граничность. А иначе это не постижение, а сумасшедший дом. Вот когда человеку кажется, что он уже там, то это просто есть для этого специальные места. Меня, пожалуйста, извините за настойчивость. Да, пожалуйста. Да, вот здесь представляют какие-то знания, да, за которыми что-то стоит. Вот, как вы видите, был доклад, есть семинары на эту тему. Вот вы сейчас делаете такую презентацию, за этим что стоит? Все религии мира произошли вот отсюда. Я даже могу вам показать примерно как. Вот то, о чем мы сейчас говорили, это основа основ существования всего духовного знания на Земле. Вот оно, вот то, что мы говорили примерно, да. Можно вопрос? Да. Скажите, вот сейчас говорят о переходе в 2012 году в Антон, в другое время сознания. Что с вашей точки зрения? На моем время вы говорите, да? Я простой человек. Что с вашей точки зрения простого человека? Я не волшебник, который включился, да. Будет так начать этот переход, просто если вот раскрыть, как бы что? Что это значит? Ну, этот опыт многолетний показывает, что не надо как-то цепляться за эти цифры. Поэтому это все от лукавого. Опять же, цифры, они могут быть правильными, хорошими символами чего-то, когда есть сущность. То есть, спевала даже смотреть на сущность. Если вот мы видим, и надо еще стоять двумя ногами на Земле, действительно уметь анализировать, доказать и показать, что сознание меняется. Если мы с вами видим, используя нашу обычную методику исследования древа знания, мы видим, что в мире происходит изменение, которое требует, ученые, да, настоящие, показывают, что происходит изменение сознания. Мы попытаемся тогда его оценить и с точки зрения духовной сущности. Но для начала давайте определим, о чем мы говорим. Где эти изменения? То есть... Мировой кризис нашей позиции, он вот с тех пор, как был, он так и есть и будет до момента мессианского избавления. Собственно, кризис, он продолжается с момента сотворения мира. Это есть один кризис, это когда вот эта бесконечная попытка залезать на лестницу Якова очередного изма, очередного царя Эдома, очередного Эсаза. Их попытки, они кончаются всегда одним и тем же. Вот хорошо, потому что, как правильно, люди усвоили. Всегда они разбиваются потом, так всегда. Поэтому по лестнице Якова должны идти те, кому должно туда идти. Те, кто готовит себя к этому, те, кто действительно стремится к этому, ищущие те, которые обрящут, а не просто случайно, которые хотят владеть миром. В этом разница между духовным восхождением и желанием просто властвовать не во благо, как писал Койлит, экклезиаст. Экклезиаст властвовал человеком, человеком во зло ему. Вот этого как раз мы пытаемся избегать, говоря о вещах не чисто духовного склада. Но, возвращаясь к вашему вопросу, понимаете, что мы видим разные признаки, и у нас тоже есть какие-то там намеки на некие эпохи. Но стоит на них смотреть все-таки более сущностно, и главное, что они должны превращаться в основу веры, что обычно с людьми случается. То есть это помогает немножко проанализировать некоторые явления. Действительно очень интересно, после того, как мы уже знаем, что произошло в истории, обнаружили, что в книге «Зор» древняя говорится о том, что, например, произойдет сущность изменения в мире, по нашему числению, в 1740 и 1840 годах. И прямо в «Зор» и «Пишице» будет массовое, очень быстрое развитие светских наук, прямо так и написано. Что это будет выплеск просто всего знания о природе, и начинается особый виток мирового кризиса. Но когда мы говорим о кризисе, мы его осязаем сейчас, конечно, очень ясно, но мы не можем сказать, что раньше этого кризиса не было. И говорить об изменении сознания можно только скорее в количественном смысле. В качественном мы все равно находимся в этом состоянии полускитания, поисков, и, собственно, сейчас действительно больше шансов у людей понять, что вот этот царь уже свое отжил, этот отжил, эти партии все уже, не надо снова выходить на улицы за КПРФ, не надо за этих выходить и за этих не надо, вот, скушать лучше яблоко там с чем-то. То есть, к примеру, я абсолютно сейчас не хочу, что все, вот как бы политика, вот как бы радио, что все это уже, вот оно относится ко вчерашнему дню на самом деле. Что сегодня нужна твердая пища, твердая идея, и, кстати, твердое притворение в жизнь, действительно, да. Но настоящее, вот настоящее, а не вот эта вот игра, возьмя все. Вот это как бы первый вывод хотя бы, как бы, который можно было бы как бы сделать. Да, да, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, или как великолепно считается, вот мы знаем из Библии, что единый бог приходил к народу евреям, говорил Матримою, приходил к рождеству, да? А как вы думаете, да как считается, как правило, другим народам приходил Бог, единый? То есть, через Парабок, например, говорил он, пищил он, или это все-таки только для многих его этого народа не дарает? Я уверен, что Бог приходил и к вам, и к вам, в той или иной степени к каждому из нас. Что значит Бог приходил? Если мы изначально говорим, что Бог – это Бог, то Бог не может приходить, потому что Бог изначально не может быть постижим в своей сущности. Как он Моисеев говорит? Мы как раз с этого начали. Есть понятие сущности. Вот когда он говорит, что значит Бог пришел? Что это значит? Что, что? Вдруг при… Это значит, что пришел человек. Например, человек был посланец. Ну, а может, я тоже для вас посланец, а вы для меня, кстати. Вот мы познакомились, наши сообщающие сосуды. Есть очень важность для понимания того, что действительно написано в Библии, потому что иначе это превращается в какие-то голливудские сказки, знаете, мультики, а Бог нам сказал, фараон, это я сейчас тебе покажу. И он таки победил, а то фараон, волчь такая, фараон. Знаете, голливудские мультики такие? Вот такой голос такой, бас какой-нибудь там, очередной, и как у них в боевике там, фараон, это такое-то мать-то. Так вот, возвращаясь к сущностному вопросу. Когда мы говорим, если Бог – это Бог, то мы не можем его даже определить словом «Бога» – это нечто непостижимое. Дальше мы говорим, что если Бог сотворил мир, то это был некий спуск сперва духовной энергетики, которая потом превратилась также в материальную, а человек – это, с одной стороны, духовность, душа, а с другой стороны, вполне материальное животное тело. Человек на стыке минералов, растительного, животного, и самого, кстати, очень высокого духовного. Но человек – все равно не Бог. Поэтому, когда мы говорим о явлении Бога, мы говорим о раскрытии некого духовного на разных уровнях. Поэтому каждый из нас имеет некое раскрытие на своем духовном уровне. Каждому из нас все равно что-то дано. И через общение с людьми, через вот эту веточку, через какое-то музыкальное произведение, мы все равно, что бы ни происходило с нами, мы живем в мире, который все равно имеет единый источник. Некоторые это видят, некоторые это не видят. Некоторые ищут суть, некоторые довольствуются той вот смрадной. Когда мы говорим о явлении Бога, Моисею, то мы будем пытаться понять, что значит явление. Это сон, это видение, это пророчество. И еще, еще, то есть что это такое? А это все разное. Пророчество – это один вид получения фанации. Дальше сон – это некая символика, которую человек должен расшифровать. Опять же, сны бывают разные. Ну, знаете, какие бывают сны? Лучше не рассказывайте. То есть, сны бывают, когда глупые, причем на. Чего только нет. Иными словами. Мы с вами можем анализировать разные виды богоявления человеку, каждому человеку, который живет на земле. И есть люди более подготовлены, менее подготовлены. В истории было одно исключение, о котором вы говорите, когда было массовое некое явление. Это Синайское откровение, когда 600 тысяч человек свидетельствуют, что им было нечто открыто. Но не открыто, что они вдруг слышали там через громко говорить о какой-то там голос. А это действительно явилось, как духовная информация, как вам сказано в Библии. Видели эти голоса? Видели голоса, понимаете? То есть, это некое духозрение, которое было дано тогда людям. Вот был такой один случай. А сейчас? Я думаю, каждый, кто сюда пришел, относится к той категории, которая чего-то еще. Иначе вы здесь не находились. И поэтому, что касается других народов, понятно, что да, могли быть какие-то явления. И если он совсем честно говорит, вы же меня о чем хотите спросить. Я знаю, что вы хотите сказать. Если он совсем честно. Вы знаете, вопрос не столько в том, кто что видел и что было открыто, а в том, насколько человек умеет это правильно донести другим. Потому что когда из одного учения появляется вдруг внешне совершенно противоположное ему через 300-400-500 лет, это не есть хорошо. И вот очень важно как раз сохранять терминологию. Очень важно быть осторожным в изложении, потому что ошибки в этой сфере, они приводят к последствиям совершенно страшным. Для тех, кто этим занимается, начиная от сумасшествия, кончая просто обычной глупостью площадных, что сегодня представляет здесь обычная эзотерика, которая и к реалистике не видит никакого отношения, и к духовному тоже. А не что такое, ну, клуб интереса. То есть, это вопрос ступени и понимания, где мы находимся. Я, на самом деле, хотел, я понимаю, что вы говорите, но что я хотел не оборвать. То есть, я хотел бы дополнить как свой вопрос. Вот в связи с этим, тогда как вы думаете, когда Бог являлся пророком, или мы, или хрисеевка, иудеев, и говорил о спасении, о воскресении, он имел в виду, так сказать, народ Израиля, в смысле вообще есть народ человеческий, или именно все-таки народ Израиля, иудеев, 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 иудеев? Во-первых, то, как сказано, из песни слова не выкинешь. Я знаю, как это, когда в евреи, но... Нет, вы знаете, я не верю, что все евреи хорошо понимают, о чем идет речь. Можно...